Так, запись почему-то прерывалась, поэтому фактически мы готовимся к разговору сначала. Так, поэтому я тем, кто не знаком, представляю Елену Александровичу, аспирантку Красноярского университета. Дальше как? Науки и технологии имени Решетнева. Ага, вот это крутейший университет. А стоим мы возле поливальной установки, значит, и как мы ее называем? Дождевание. А ее плохо видно, кстати. Дело в том, что сейчас там шланг еле держится, но может и завтра прекратится. А пока она не прекратилась, я хочу сказать, что мы оба придерживаемся такого мнения, что это единственный способ полива. Почему? Потому что получается по-божески. Во-первых, это самый природный способ полива. Так. И насильственный, скажем так. Дождевание, оно же очень приближено к природе, то есть как будто идет дождь. Мы непринудительно направляем шланг под корень дерева, он вымывает все и там затапливает червячные ходы, размывает верхний слой гумуса. То есть это наиболее, я считаю, щадящий именно, что природный способ полива. Так, как вы относитесь к так называемому влагозарядному поливу? Не к ночи, быть он вспомнен. А для чего заряжать, надо понять? Ну как, человек приехал раз в месяц, полил, сказал, ну теперь на месяц влаги хватит. Да ничего подобного. Я его называю смертельным, мой научный работник. В отличие от своих коллег, придержитесь такого мнения? Нет, честно сказать, никогда так не делаем. Как? Ну, не льем там десятками ветер под одно дерево. Пойдемте, покажите, как делают, к сожалению, ваши коллеги, которые написали тысячи работ про влагозарядковый полив. Вот. Зачастую-то это вообще вот так выглядит. И бросил, и течет часами под корень. И прощай, черви. Во-первых, прощай, черви. Во-вторых, прощай, аэрация почвы. Долго сырое, долго не просыхает. Замыливаются ходы. Да. Не поступает кислород. Все правильно? Вот. А как нам... Ну и плюс, если влагозарядковый полив делать осенью, мне так кажется, что у дерева сбивается природная программа. Дерево к осени предполагает, что уже больше дождей не будет, и надо медленно готовиться на сон. То есть все процессы, ростовые, они потихоньку приостанавливаются, и дерево готовится к зиме. А если мы на него резко выдаем огромную порцию влаги, то оно предполагает, что еще надо расти и жить, и начинает снова выгонять новые побеги, новые листья. А потом резко наступает осень. А лист не сброшен. Лист не сброшен. Дерево, соответственно, не приготовилось к зиме. Ну и вымерзает от этого. Так, ну что еще сказать? Вы стоите, знаете почему это дерево? Ну это к слову, чтобы тот сказал, да у него дерево больное. А это Хершонская область. Да, можно. Которая оказалась в Сибири, но не хватает ему пока мощи, но не хватает. Но зато лист какого огромного размера. Да, она еще не плодоносила. Вот, это Хершонская область. Это, знаете, я когда достал с кошелька гривну, я сказал, мне все лучшее. И сейчас гадаю, что же все такое. Но, видите, на моих абрикосах вы ничего близко такого не увидите. А здесь все-таки еще надо где-то морозом прихватывало. Но это к слову, потому что вы стоите, а кто-то скажет, да у него больные абрикосы. Извините, первое поколение. Юг Украины. Рядом с Крымом. Ну, ладно, смотрите, если мы сейчас не остановим насос, то мы начнем калечить все, о чем Елена Александровна сказала. Зато теперь у нас вот... Зато теперь у нас... Это мы там заткнули, а здесь у нас идет дождевание. Давайте что, я бы еще добавил. Дело в том, что у нас вот этот полив чем еще хорош? Вода-то колодезная. А, да. Да, ледяная, очень холодная. Значит, она успевает. Вот солнышко, вот смотрите, у меня на обувь пот. Жарко пригревает. Хотя у нас какой сегодня? Сегодня 7 сентября. Ну, у нас все спистелось, и у нас жаркий день. И вот сейчас эти вот распыленные капельки влаги буквально успевают нагреться. И мы не боимся поливать ни южные овощи, вот они. Это же южные овощи. Ни вот эти вот саженцы абрикосов. Вот. Ну, тема уже будет другая. Я скажу только, что Елена Александровна выкупила у моего внука Тимошки эти саженцы. И весной мы на них привьем уникальные сорта абрикосов, где самые мелкие будут 100 грамм. Так нет? Да. Мы так и собираемся сделать. Ну, вот первый маленький сюжет, потому что дальше будет другая тема. Хорошо. Продолжение следует...